МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целях привлечения потенциальных клиентов злоумышленники размещали рекламные объявления о своей псевдомедицинской деятельности в сети интернет. Для ввода в заблуждение покупателей демонстрировалась поддельная лицензия. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по местам жительства фигурантов изъяты бланки, печати, голограммы для изготовления подделок. В отношении фигурантов в следственном управлении ОМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России. Мошенничество. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие. Суббота, 28 мая, в Заволжске МСО регионального следственного комитета поступила информация об убийстве на улице Ржевской областной столицы. По подозрению в совершении убийства и покушении на убийство двух человек задержан 40-летний житель Твери. По версии следствия, трое мужчин распивали спиртное. Произошла ссора. 40-летний мужчина, вооружившись ножом, нанес им не менее 46 ударов своему знакомому, 78-го года рождения. Затем ударил ножом другого. Один скончался на месте, другого экстренно доставили в больницу. С участием руководителя следователя следственного отдела, при активном содействии криминалиста отдела криминалистики, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области и сотрудников полиции, произведен детальный осмотр места преступления, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для следствия, а также назначено проведение необходимых экспертиз. Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал отношение фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Твери, подозреваемых во влечении несовершеннолетней в занятия проституцией, совершенного организованной группой, а также деяний, направленных на содержание притонов для занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних. Фигуранты постоянно вводили в заблуждение лиц, работающих в салоне, а также клиентов салона, о том, что осуществляемая ими деятельность не является предоставлением сексуальных услуг. Подбирая девушек, члены преступной группы отдавали предпочтение преимущества не имеющим постоянного места жительства и работы на территории города Твери девушкам, которым обещали высокую заработную плату и жилье на территории Твери. В Твери работал круглосуточный массажный салон, по сути, являвшийся публичным домом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности четырех человек, среди которых главный организатор – 24-летний житель Твери, который вместе со своим приятелем и его родителями наладили преступный бизнес. По данным полицейским, в цокольном помещении административного здания переоборудован подмассажный кабинет с пяти комнатами. Подозреваемые организовали салон по оказанию интимных услуг. Четверо подозреваемых задержаны. В отношении одного из них избрано меропресечение в виде запрета определенных действий. Остальным – меропресечение в виде домашнего ареста. Выясняются обстоятельства совершенных преступлений и все участники преступной схемы. Продолжение следует...